Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Вячеслав, фамилия Дьяченко. Если кому-то из иностранцев будет сложно выговаривать мое имя, можно назвать просто Слава. Я директор соревнований по баскетбольному двойборью. Сейчас я пройдусь по презентации, спортивной презентации, расскажу в принципе из чего будет состоять наше соревнование, а дальше немножко углубимся в правила. Аеха такое и будет. Прибавить надо звук. Расписание уже поправили. Вот все, достаточно. Сам прикол в том, что мне теперь все это надо на английском, как это правильно пишется. А ты знаешь, как это все на английском пишется? Сообщи, пожалуйста, человеку. Жеребьевка, игроки, площадка, все настоящее. Только что прошла репетиция, чтобы в первый игровой день все было тоже по-настоящему. Только начало «го» как будто бы какое-то не такое. Сейчас все исправим. А вот теперь мы говорим «го», вы говорите «баскет». С вами Саша и Слава. И мы вам передаем привет из Казани, где проходят спортивные игры стран Брикс. Баскетбол здесь представлен в своей новейшей дисциплине баскетбольном двоеборье. Совсем недавно вы могли наблюдать за ней в Челябинске на первом в истории Кубке России. То событие примечательно еще тем, что мы узнали, кто будет представлять сборную России здесь, на играх Брикс. Собственно, вот наши ребята и, конечно, те, с кем им предстоит состязаться. Субтитры сделал DimaTorzok Мы в группе играем с Беларусью. В принципе, игроков мы знаем, команды. Также команда Армении с игроками тоже знакомы. Вот, конечно, с другими сборными у нас получается Абхазия, Армения, Беларусь, Колумбия. Вот с колумбийцами, с абхазами, конечно, будет такая неизвестная какая-то игра, потому что мы не знаем, кто у них приехал и какие спортсмены. В принципе, настроение, что у меня, что у команды, очень хорошее. Все, мне кажется, в идеальных кондициях подходят к этому турниру. И я надеюсь, что никакие ни травмы, ни что-то потустороннее не сможет нам помешать сделать хорошие результаты и выиграть на этом турнире. До одного. Раз, два, три. Я первый. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, там был чак-чак. Почему он... Так, что ты сделал? Я должен изобразить. Теперь твоя очередь. Это было реально отлично? Ты считаешь, это было отлично? Покажи, покажи классно. Давай, давай. Вот это у тебя лучше всего получается. Так. Аккуратный, странный. Вообще, должен быть страстный, а не странный. Ну, если это круассан, то сель вы плей, Аккуратный, мон айму, а век плизир. От слова все с травой слова повыскакивали. А раз он странный, но он такой немножко странный, круассан. Монстр был лучше. Нет, круассан, он аппетитнее. Кстати, круассан, наверное, с каким-нибудь этим... С отверстием. С фисташковым... Нет, с отверстием. С отверстием должен быть... Ичпачмак. Вы знаете, почему ичпачмак с отверстием? Это такая аналог, ну, современного доширака. Вот, кочевники, они что делали, да? Татары были кочевники? Короче, татары что делали? Они брали мясо, запаковывали его в тесто, а сверху оставляли дырочку. Потом наливали туда кипяток, и вот вам обед готов, сытно и вкусно. И второй. Бесстрашная... 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 Аллигатор. Аллигатор. Что сейчас? Бесстрашная... 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 Как... Аллигатор. Да? Поехали, 1, 2, ну это изи, изи Поехали! Хомбре лобо, авентурер. И что надо делать? Ты не можешь персоценить. Хомбре лобо? Авентурер. Хомбре лобо, авентурер. Мой внутренний аватар. Ну, я тебя сейчас немножко проблю на кусочки, извини. Окей. Что это? Это степлер. Что это? Из поли-телли. А, да. Гарпадора maриа. Гарпадора ез DAVID тв statements. И я требую з делать патчат тв. Поехали! Если я выжил патчат тв. КупFFFF нами lång Базоприем у нас на объекте сверкающий гвоздомет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слав, расскажи, какие дальнейшие действия, куда мы едем в таком прекрасном диско-автобусе? Едем в деревню, посмотреть, насколько у вас там круто и красиво, потому что мы еще не были, а вы уже там живете. Ну смотри, вот сейчас, пока там некрасиво, знаешь почему? Потому что нас нет. Да, потому что нас нет. Всем привет, меня зовут Джош Алиев, я менеджер команды сборной России по баскетбольному двоеборью. И мы приехали сейчас в нашу олимпийскую деревню. И я вам сейчас буду рассказывать, как живет команда, как мы готовимся, настраиваемся, кушаем, танцуем, отдыхаем, смеемся. И в принципе все-все-все-все-все-все. А это не игрок, это Кэп вообще. Кэп команды. Какой? Сборная России по баскетбольному двоеборью. У нас в деревне всегда какие-то активности проходят. Бразильцы здесь развлекаются. Это Баркор, это Кэрин, ЛК, это вопрос, ребята. У меня уже команда ждет. Идем на ужин. Извините. Порфавор. Все, что за легенды. Проходите, Константин. Кулачок нам. Поздороваться. Йоу. Ой, не замыть. Салатики. Соответственно, правильное питание. Какие вкусняшки у нас тут. Рыбы, котлеты, рыбки, макарошки, рис. Вы спросите, это Рио, это не Рио. Это не Рио, это Казань. Это Игорь Брикс. И дайте шума. Это наша деревня. Это веселая зона. Зона развлечений. Я сейчас надеюсь, что застану пацанов на восстановительных процедурах. Пару слов для записчиков, подписчиков, для канала «Легенды российского баскетбола». 3х3 и не только теперь. Ваш настрой? Боевой. В этим будем разбираться. Ждем победы. Верим в нашу команду и не сомневаемся. Настрой, как всегда, на любую команду. Произойти можете что угодно. Поэтому будем играть, показывать лучшую игру. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. К сожалению, не получилось приехать, и мы ему транслируем, он сейчас поступает в институт. Ну и как бы просто заразиться тем видом, который он любит. Мы болеем больше в футбол, но пришли сегодня на баскетбол ради ребенка. Все этапы понравились, даже не знаю, что больше всего понравилось. Сложно сказать, что больше всего. Столько эмоций было, не передать даже словами, не знаю, как записать еще. А за кого ты болел? Я в первом матче с Алла Беларусь, а во втором с Узбекистом. Ой, здрасте, не убегайте. Здрасте. Ну почему? Извините, нет, не хочу. Да, да, это фото. Или потому что я не бразилец? Нет. С детства за Бразилию? Конечно. Бразилия чемпион. Бразилия чемпион. Сборная Узбекистана очень сильная, и мне трудно сказать, что же именно стало нашим ключевым преимуществом. Возможно, слаженные действия. Бронзовые медали для нас тоже хороший результат, и мы по-настоящему счастливы. В Бразилии мы привыкли играть все по отдельности. У нас есть отличный профессиональный игрок в интерактивный баскетбол, а я в основном тренируюсь и играю в 5 на 5 или 3 на 3. Мы никогда не пробовали себя в таком формате, где эти дисциплины смешаны друг с другом. Но теперь я буду стараться стать лучше и в киберчасти, потому что мы бразильцы, и мы привыкли всегда везде побеждать. И в следующий раз мы будем целиться только на первое место. Я впечатлен России. Это мой второй визит сюда за последний год. Это страна высокой культуры, спорта. Здесь много приветливых людей, и я хотел бы приехать сюда еще. На самом деле большой стресс. Я вот задумывался. Ну мы кибератлеты, мы привыкли дома сидеть, и очень большое давление. На самом деле тяжело справляться. И вот Степана, да, Александр, ему, я думаю, не менее тяжело было, чем мне. То есть мы в комфортных условиях показываем феноменальную игру, и кажется, ну как, вот я могу лучше, да все могут лучше. Вот если они посмотрят на эту игру, что мы делали, но напряжение колоссальное, и приходится справляться. Тяжело думать, что от тебя зависит, если как кибератлета больше, чем 50% даже результаты. И как правило, это ложится, ты управляешь двумя игроками, ты говоришь, что делать. То есть второй игрок, он просто играет то, что ты ему говоришь. То есть по сути, ты один на один сражаешься. Просто настраивались максимально вот эти четыре дня пройти как бы хорошо, немножко набирая в конце. Ну, в принципе, было и видно, что, наверное, сегодня я, по крайней мере, в физической части. И первая игра кибер тоже мне очень понравилась. Ребята сильные, опытные, уже много повидавшие. Поэтому мы готовились штатно, разобрали соперника. То есть они, на самом деле, где-то удивили. Мы не думали, что Максим Люточ будет играть. Они его поставили тоже, на самом деле, удивили. И где-то чуть-чуть быстро корректировки внесли относительно игры. Поэтому на самом деле стандартно готовились, именно чтобы нам к четвертому дню на пик подвестись. И, в принципе, сегодня ребята именно, самое главное, физически, потому что 2 на 2 тяжелая игра, выглядели хорошо. Это самое основное было. Впечатления, ну, естественно, положительные. Мы выиграли и выполнили все цели, которые у нас были поставлены. Поэтому только положительные. Но так как я спокойный человек, сам по себе, и игра уже закончилась, поэтому по мне, может, это будет не видно. Да, действительно, есть такая штука, что с одной и той же командой 2 раза тяжело играть. Но вчера, кроме играли групповой этап с ними, мы провалили немного киберчасть. Сыграли не совсем по плану. Поэтому сегодня старались реабилитироваться. Нас устроила такая долгая, затяжная игра, не очень результативная. И, в принципе, по сути, мы закончили в равную, что нас полностью устраивало. И, скорее всего, это поверье правдиво, потому что можно считать вчерашнюю нашу игру ужасной и провальной. А вот сейчас уже хороший.